АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Предлагаю начать сразу с работы по повестке нашего совещания. У нас первый доклад – это о деятельности Государственного фонда «Защитники Отечества». Пожалуйста, Юлия Мирновна. Добрый вечер, коллеги. Сегодня расскажу о Государственном фонде «Защитники Отечества», который был создан по указу президента и ведет свою деятельность с 1 июня 2023 года в регион. Основной целью фонда является персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов. Фонд оказывает содействие в получении всех вкладающихся мер поддержки, включая медицинскую реабилитацию, социальную поддержку, медицинскую помощь, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации, организация системы долговременного ухода, санаторно-курортное лечение, палеотивная медицинская помощь, социальная адаптация, обеспечение лекарствами, бесплатная юридическая помощь, восстановление и оправление документов, переобучение и трудоустройство ветеранов, спорт, паралимпийское движение и культурно-досудовая деятельность, патриотическое воспитание. Увековечивание памяти ветеранов СВО. Также доплата к стоимости электронного сертификата на приобретение ТСР, историко-культурное просвещение и образование, адаптация жилых помещений, интеграция ветеранов СВО в систему патриотического воспитания, проведение мониторинга удовлетворенности. Государственный фонд «Защитники Отечества» взаимодействует с администрацией городского округа, окружным социальным управлением развития номер 8, военным комиссариатом Орехозуевского городского округа, многофункциональным центром, комитетом семей и воинов Отечества, центром оказания помощи семьям мобилизованных. В нашем городском округе социальным координатором являюсь я, Дубинина Юлия Мнеровна. Практическая деятельность социального координатора осуществляется путем приема заявлений и дальнейшее сопровождение заявителя до решения вопроса. Очень большое внимание уделяется раненым участникам СВО, посещению в госпиталях, выявлению их вопросов, потребностей. По моей просьбе в Орехозуево открыт кабинет протезирования, чтобы наши военнослужащие никуда не ездили и могли получить медицинскую помощь и протезирование здесь на месте. Фонд «Защитники Отечества» также занимается помощью в получении удостоверения ветеранов боевых действий. Очень большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Совместно с отцом Героя России Николаем Леонидовичем Осокином проводим в школах уроки мужества и в музейство. Также стараемся заботиться и поддерживать семьи военнослужащих. Приезжаем домой, поздравляем с праздниками, организовываем панихиды и молебны в храмах. И, конечно же, уделяем внимание детям семей военнослужащих. Организовываем и проводим различные творческие мастер-классы, поездки, праздники. На территории Орехозуевского городского округа Фонд «Защитники Отечества» работает по адресу улицы Урицкого, дом 51А. Спасибо, Юлия Мнеровна, за такой содержательный доклад. Действительно, Государственный фонд «Защитники Отечества» работает у нас уже более года и работает очень эффективно. И огромное количество семей, с которыми занимается Юлия Мнеровна, которая помогает во многих вопросах и в бытовом характере, и в оформлении документов, и в оформлении пенсии. И мне хочется поблагодарить всех, кто вовлечен в эту работу, и наш военкомат, и управление социального развития. Поэтому большое всем спасибо за эту такую важную, очень совместную работу. Переходим к следующему вопросу. У нас приближается начало учебного года. Это очень интересный этап жизни детей, взрослых и педагогического сообщества. О том, как же мы с вами готовы к началу учебного года. О том, как готовы наши учреждения, расскажет Чиханова Ольга Михайловна. Пожалуйста, Ольга Михайловна. Доброе утро, уважаемая Ирина Сергеевна. Уважаемые коллеги, позвольте предоставить вашему вниманию доклад о готовности образовательных учреждений округа к новому 2024-2025 учебному году. Необходимо отметить, что на 1 сентября у нас будет функционировать 31 образовательный комплекс и 3 дошкольных образовательных учреждения, в которых будут обучаться и воспитываться 24 735 человек. В этом году в первый класс зачислено 2369 ребят, хотя планировали мы к зачислению 2434 человека. Здесь нужно отметить, что запись в первый класс будет продолжена еще до 5 сентября. Для этих родителей, которые еще не приняли решение, возможно, ребенку полностью не исполняется на момент зачисления полных 7 лет, и они еще думают отдавать ребенку в первый класс или нет, вы можете обратиться в образовательные организации, и вам помогут зачислить ребенка в школу до 1 сентября этого года. Также хочется отметить, что все школы укомплектованы кадрами на 100%. Поскольку этот вопрос сейчас серьезно находится на контроле у губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, здесь необходимо сказать, что в помощь нам наш университет, педагогический, который находится на территории Орехово-Зуевского городского округа, и мы, как один из муниципалитетов, меньше, чем кто-либо, нуждаемся в пополнении кадрового резерва. По постановлению главы Орехово-Зуевского городского округа Руслана Валентиновича Заголовацкого была проведена проверка образовательных учреждений к готовности к новому учебному году. Проверено 44 образовательных учреждения, это порядка 160 объектов, 5 из них негосударственных образовательных учреждений, 35 муниципальных и 4 учреждения областного подчинения. Эти проверки проходили в течение июля и начала августа месяца. Комиссия в полном составе везде посмотрела каждый этот объект и пришла к выводу, что все образовательные учреждения Орехово-Зуевского городского округа готовы к новому учебному году. Особенное внимание, конечно, уделяется капитальному ремонту школ, а сейчас у нас три школы, которые еще завершают свой капитальный ремонт. Это Давыдовская гимназия, Демиховский лицей из Дрезненской школы номер один и один детский сад, дошкольное отделение Дрезненской школы. Вот как раз комиссия по приемке этих школ будет намечена на конец августа, тогда, когда все ремонтные работы будут завершены, и комиссия примет решение, что детей можно приглашать к новому учебному году. Помимо капитальных ремонтов, огромное количество труда на самом деле было еще и сделано в отношении тех образовательных учреждений, которые не вошли в капитальный ремонт. Необходимо отметить, что текущий ремонт в наших образовательных учреждениях был выполнен почти на 55 миллионов рублей. Это ремонт кровли в семи школах, замена окон в шести школах, ремонт входной группы в пяти школах. Текущий ремонт проходил в Губинской школе или Кинодулевской гимназии. Ремонт крыльца был осуществлен в Куровской школе номер два. В гимназии номер 14, корпус 2 дошкольное отделение города Орехово-Зуево, был сделан ремонт отмостки. Замена асфальтового покрытия была произведена в детском саду номер 25. В ЦДТТ родни города Орехово-Зуево площадка для занятия мототехники, которую дети ждали очень долго. И вот, наконец, это радостное событие случилось. Площадку мы торжественно открыли. Текущий ремонт в школах и детских садах проходил еще в Ликино-Дулевской гимназии, в школе номер 11, в школе Апсюнинской школы в дошкольном отделении, в школе номер 10, корпус 3, это деревня Кабаново. Конечно, есть объекты, которые притягивают наше внимание. Мы очень рады, что они у нас появились. А это именно ремонт бассейна в школе номер 12, корпус 3 дошкольное отделение. Бассейн полностью подлежал реновации, поэтому сейчас ребята могут заниматься плаванием совершенно в обновленном пространстве. Ко всему прочему, администрации школы еще позаботились о том, что непосредственно рядом с бассейном была открыта соляная пещера. Это корпус 2, дошкольное отделение, где ребята смогут оздоравливаться в течение того времени, когда будут пребывать в дошкольных отделениях. Открыт кванториум в детском саду номер 25, корпус 3, в городе Орехово-Зуево. Это новая мебель и новые современные пространства. Особое внимание, конечно, уделялось и благоустройству территории спортивным площадкам, игровым площадкам. И здесь на слайде вы видите те места отдыха и занятий спортом наших детей, которые будут использоваться в течение всего учебного года. На закупку учебной литературы выделено более 73 миллионов рублей. Рассчитано это на одного человека, на одного ученика. Это чуть меньше 3 тысяч рублей. В школу с УВЗ заказано 811 учебник. И, соответственно, можно смело сказать, что к 1 сентября у нас 100% обеспеченность учебной литературы для наших ребят. 2 сентября мы ждем на празднике по случаю открытия Морозовской школы города Орехово-Зуево. Для учеников заказано 811 учебников. Это более чем 5 миллионов рублей потрачено для того, чтобы каждый ученик, который пришел в Морозовскую школу, это корпус школы номер 4, был с новым комплектом учебников. Потому что в такую красавицу школу, на мой взгляд, конечно, дети должны идти полностью с новым портфелем и с новым красивым учебником. Это 100% обеспеченность этой литературой. Конечно, новый учебный год, он всегда для учителей еще и тревожен тем, что ребята за каникулярное время расслабляются, наддыхавшись, набегавшись на спортивных площадках, забывают о том, что нужно быть осторожным, именно сама дорога в школе должна быть безопасной. Поэтому, позаботившись об этом, мы вместе с сотрудниками ГБДД уже провели ряд мероприятий, которые, так скажем, настроят наших детей на деловой ряд, и они будут повнимательнее переходить дорожные переходы. Мы освежили всю разметку, соответственно, с ребятами встретились сотрудники ГБДД и, конечно, провели очень много бесед в лагерях оздоровительных и просто со школьниками, которые уже готовы пойти 2 сентября в школу. Я надеюсь, что учебный год будет счастливым, радостным, полностью настроен на хорошие результаты, и все у нас для этого уже сейчас есть. Спасибо. Вот еще несколько слайдов, да, профилактика детского травматизма. Да, плюс еще, конечно, стоит отметить, что есть еще и школьные автобусы, которые полностью готовы к тому, чтобы осуществлять подвоз детей к своим школам. Это тоже важный момент. Плюс наши замы по безопасности знают уже, что если есть возможность дежурить на пешеходных переходах, они обязательно там будут дежурить. И особенно те переходы под вниманием школьных замов по безопасности, которые прилегают непосредственно к территориям школ. Такие школы у нас есть, поэтому с сентября месяца вы можете увидеть людей в желтых жилетках. Это наши сотрудники, которые следят за тем, чтобы ребята безопасно переходили эту дорогу. Спасибо. Спасибо, Ольга Михайловна. О том, как же готовы наши учреждения после капитального ремонта, которые также будут готовы принять своих учеников 2 сентября, расскажет Немов Дмитрий Петрович. Доброе утро, уважаемые коллеги. В продолжение темы начала нового учебного года и слов Ольги Михайловны более подробно расскажу по исполнению программы капитального ремонта. Данное мероприятие на территории округа реализуется уже третий год. Выполняется в рамках государственной программы Московской области строительства и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. Программа текущего года составляет 4 объекта, три школы и детский садик, Демиховский лицей, Давыдовская гимназия, Дрезнецкая школа номер один, корпус номер один и Дрезнецкая школа номер один, дошкольное отделение. Консолидированный бюджет мероприятия составляет свыше 1 миллиарда 614,5 миллионов рублей, в том числе средства софинансирования из бюджета Орехозуевского городского округа почти 190 миллионов рублей. Кроме того, также за счет средств местного бюджета софинансируются дорогостоящие мероприятия по технологическому присоединению к сетям электроснабжения с переводом всех объектов капитального ремонта и с увеличением категории надежности. Более подробно. Демиховский лицей – это объект площадью свыше 3000 квадратных метров, трехэтажное здание 1968 года постройки с проектной мощностью 350 учащихся. Муниципальный контракт с подрядной организацией «Випстроинвест» был заключен 27 ноября 2023 года, и с начала января строители вышли непосредственно на строительно-монтажные работы демонтажного характера. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 90%. На объекте трудится 80 человек, 3 единицы техники, 5 инженеров. Завершены основные общестроительные работы и завершаются работы по чистовой отделке стен, монтажу фасадной системы, монтажу внутреннего электроснабжения с монтажом слаботочных систем устройства входной группы и выполняется благоустройство прилегающей территории внутри образовательного учреждения. Следующий объект – это Давыдовская гимназия. Объект в два раза больше, площадью свыше 7000 квадратных метров. Год постройки – 1981. Вместимость проектной – 740 учащихся. Муниципальный контракт с подрядной организацией «Строй-реставрация» был заключен 17 ноября 2023 года. И подрядная организация также с начала года вышла непосредственно на строительно-монтажные работы. На сегодняшний день строительная готовность объекта около 89%. На объекте трудится около 150 человек. На сегодняшний день также завершены основные общестроительные работы. Выполняются работы по монтажу индивидуального теплового пункта с пусконаладочным работам. Также завершается шпатлевание и покраска стен отдельных помещений, лестничных маршев. Также выполняется зашивка гипсокартонным листом проходок инженерных коммуникаций, стен. Монтаж цоколя выполняется по внешней, по фасадной части. Также выполняется укладка плитки на стены и на крыльцах одной группы, их 8 на данном объекте. Также ведутся работы по благоустройству территории. С сегодняшнего дня уже приступают к асфальтированию. И выполняются работы по монтажу дверей, остеклению сантехнических проборов и плинтусов внутренних помещений. Третий объект – это объект-аналог Давыдовской гимназии. Это Дрезницкая школа номер один, корпус номер один. Объект также большой, свыше 7000 квадратных метров. С 1988 года постройки с проектной мощностью 735 учащихся. Муниципальный контракт с подрядной организацией региона Дурстрой был заключен 1 декабря 2023 года. Строители также с января вышли на все строительные монтажные работы, уже на объект, что позволило на сегодняшний день иметь строительную готовность по объекту свыше 95%. Завершены основные общестроительные работы, основные работы по чистовой отделке, большая часть благоустроительных работ, в том числе и на данном объекте реализованы мероприятия по обустройству школьного стадиона. Также на слайде мы видим справа сверху фотографию уже оборудованного школьного стадиона. На сегодняшний день уже на объекте не так много людей, около 40. Это уже завершающие этапы, такие как монтаж школьных досок, установка светильников над досками, устранение каких-то визуальных недостатков, препятствующих приемке. В рамках благоустройства это устройство газонов, уборка строительного мусора. И завершающий объект программы текущего года это дошкольное отделение Дрезневской школы номер 1, объект площадью около 1500 квадратных метров, 1447, если быть точным, 1969 года постройки, с проектной мощностью 160 детишек, на 9 групп. Муниципальный контракт также от 1 декабря 2023 года с подрядной организацией регион Дорстрой. На слайде мы видим перекликающиеся фасадные решения. Объекты с Дрезневской школой расположены друг напротив друга, являются одним образовательным комплексом, поэтому проектировщиками принято решение по применению единых решений на фасаде зданий. Строители с конца января вышли на объект. На сегодняшний день строительная готовность около 90%. Выполнены и завершены все общестроительные работы. Выполняются работы по благоустройству территории, в том числе установку наружного освещения. Завершающий, опять же, этап по фасадам. Это небольшая площадь на переходе между двумя корпусами. Монтаж внутренних дверей с отделкой откосов, монтаж потолочной системы и установка сантехнического оборудования. И немаловажным остается вопрос оснащения объектов после проведения капитального ремонта. То есть каждый объект предусматривает, программа предполагает оснащение новой мебелью, новыми немонтируемыми оборудованиями, новыми пищеблоками, спортзалами. На сегодняшний день вызывает внимание поставки этого немонтируемого оборудования на объект. На сегодняшний день среднее, опять же, оснащение объектов около 15%. На текущей неделе ожидается поставки на Давыдовскую гимназию мебели. И со стороны оставшихся контрагентов-поставщиков также рассчитываем на объемные поставки до конца года, потому что нужно успеть эту мебель и собрать, и расставить, и, соответственно, провести итоговый клининг. Но в любом случае вопросы все эти важны, ежедневно на контроле. Поэтому не допустим срыв начала учебного года. Все объекты будут завершены, оборудованы, отмыты, и, соответственно, благополучно 2 сентября примут своих посетителей на новый учебный год. Благодарю за внимание по данному докладу. Спасибо. Дмитрий Петрович, коллеги, есть вопросы? Если вопросов нет, тогда двигаемся дальше. Очень важный момент, которому уделяем мы внимание, это, конечно, безопасность наших детей. И, как сказала Ольга Михайловна, за лето можно подзабыть правила дорожного движения, маршрут движения к школе. Поэтому особое внимание уже сейчас уделяется подготовке безопасных маршрутов движения от дома к образовательным учреждениям. Чуть подробнее об этом расскажет Дмитрий Петрович. Также в продолжении темы начала нового учебного года выполнена подготовка пешеходных переходов у детских образовательных учреждений на территории Орехозуевского городского округа на всей дорожной сети, как муниципальный, региональный и федеральный расположены 32 пешеходных перехода вблизи образовательных учреждений, в том числе 18 на муниципальной сети, 8 на региональной и 6 на федеральной. В соответствии с требованиями действующего законодательства все пешеходные переходы в образовательных учреждениях должны быть оборудованы дорожными знаками, разметкой в том числе, дублирующей по проезжей части, должны быть установлены пешеходные ограждения и должны быть смонтированы пешеходные светофорные объекты на каждом пешеходном переходе. Вот, к примеру, на слайде изображен оборудованный пешеходный переход, совмещенный с искусственной дорожной неровностью, с перильными ограждениями, обеспечивающими канализированные подходы к пешеходному переходу, установлены соответствующие дорожные знаки, дублирующая разметка, и имеется светофор типа Т7. Проверка готовности пешеходных переходов проводится специалистами администрации, представителями ГИБДД и Министерства транспортно-дорожной инфраструктуры в соответствии со специальным чек-листом. Соответственно, данный чек-лист регулярно обновляется и по готовности направляется в Министерство транспорта для обеспечения независимого контроля с их стороны. На сегодняшний день все 32 пешеходных перехода приведены в соответствии с требованиями действующего законодательства, везде обновлена разметка, восстановлены утраченные дорожные знаки, обеспечено функционирование светофорных объектов, отремонтированы перильные ограждения в местах, где оно было повреждено или демонтировано. И вот также на слайде видим пример приведенных норматив пешеходных переходов улицы Бирюкова, улицы Галочкина, улицы Иванова в том числе. Все 32 пешеходных перехода приведены в нормативные требования. Спасибо, Дмитрий Петрович. Уважаемые начальники территориальных отделов, я прошу вас обратить внимание на эту работу, особенно чтобы кустарники не загораживали видимость. У пешеходных переходов. Это касается не только центральных дорог, которые находятся вблизи образовательных учреждений, это могут быть дороги, которые ведут наших детей от дома в школу, родители с детьми идут от дома к детскому саду. Я знаю, что вы часто обходите поверенную вам территорию, я прошу вот на этот момент у пешеходных переходов внимание обратить. Если будет нужно опилить кустарники, которые ограничивают видимость и пешеходов, и водителей, дети маленького роста, просто может водитель их не заметить. Поэтому обратите внимание, и давайте вместе с дорожными службами приведем этот момент в порядок. Нет вопросов, если двигаемся дальше. Очень важная мера поддержки, которая у нас только появилась, альтернативная мера поддержки для многодетных семей по предоставлению земельных участков, об этом подробно расскажет Марина Александровна. Уважаемая Ирина Сергеевна, уважаемые участники совещания, в июле месяца 2024 года в закон Московской области в закон Московской области о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области были внесены изменения. Данные изменения предоставили нашим многодетным семьям, состоящим на учете в администрациях муниципальных образований на предоставление земельного участка, получить единовременную денежную выплату. Вот совсем недавно, 7 августа, было принято правительство Московской области порядок, который регламентировал предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. Право на выплату имеет один из родителей, усыновитель, отчим или мачеха, который представляет интересы многодетной семье, имеющей право на бесплатное предоставление земельного участка. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, поскольку сегодня очень много поступает вопросов, о том, какая же семья имеет право обратиться на единовременную выплату на место земельного участка. Прежде всего, это многодетная семья, которая состоит на учете в администрации муниципального образования на получение бесплатно земельного участка. Перечень документов, который сегодня регламентирован порядком, он достаточно короткий. То есть заявитель предоставляет, направляя заявление на портале госуслуг, паспорт и очень важным моментом является согласие заявителей и членов многодетной семьи. То есть обращается один из членов, но согласие должны выразить все члены многодетной семьи и непосредственно каждому члену многодетной семьи в личный кабинет на портале приходят данные согласия. И, конечно же, это согласие на обработку персональных данных. После получения заявления и данных документов, мы, окружное управление, направляет непосредственно запрос в администрацию муниципального образования, то есть в администрацию Орехово-Зуевского городского округа. И администрация нам должна подтвердить, что именно данная многодетная семья состоит на учете в администрации и имеет право, и не снята с учета, и имеет право на предоставление земельного участка бесплатно. Размер выплаты составляет сегодня 400 тысяч рублей. Срок рассмотрения документов сегодня тоже регламентирован порядком, и он составляет 15 рабочих дней. После того, как окружным управлением будет принято решение о назначении данной выплаты и выплате данных денежных средств в администрацию муниципального образования, мы направляем, соответственно, наше решение, и на основании наших документов администрация снимает данную многодетную семью с учета. Это тоже регламентировано порядком. Хотелось бы отметить, что уже, несмотря на то, что порядок вступил в силу 7 августа, уже на сегодняшний день 14 многодетных семей подали заявление на единовременную денежную выплату взамен земельного участка. То есть это говорит о том, что действительно сегодня эта мера социальной поддержки востребована нашими жителями. Подать, безусловно, заявление можно, еще раз повторяю, на портале государственных услуг, на региональном портале государственных услуг Московской области. Это единовременные денежные выплаты взамен земельного участка. Если возникают вопросы, позвонить можно всегда по телефону контакт-центра, это 122 добавочные 6, либо задать свой вопрос в нашем телеграм-канале в чате «Социалка Орехова Зуева». Спасибо за внимание. Спасибо, Марина Александровна. Лиза Романовна, вы распространите данную информацию, чтобы максимальное количество жителей могли ее узнать и в интернет-ресурсах, и в газете. Спасибо. Сергей Игоревич, как у нас обстоят дела в части чистоты и порядка? Доброе утро, Ирина Сергеевна. Доброе утро, коллеги. За прошедшую неделю на территории округа проверено 120 объектов. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проверено 211 многоквартирных домов. Все замечания, которые являются в ходе осмотра, заносятся в мобильное приложение для дальнейшего устроения нет. На этой неделе назовремоприятия будут продолжены. Доклад закончен. Спасибо, Сергей Игоревич. Уважаемые коллеги, на этом у нас остался еще один вопрос. Роман Геннадьевич, пожалуйста, оперативная сводка за неделю. Доброе утро, Ирина Сергеевна. Доброе утро, коллеги. За прошедшую неделю пожарно-спасательное подразделение на пушение пожаров выезжали 7 раз, на проведение аварийно-спасательных работ 20 раз, на рекредацию дорожных транспортных происшествах 7 раз. По ложным вызовам и сообщениям выезжали 9 раз. Проблемных вопросов нет. Спасибо. Доклад закончен. Спасибо, Роман Геннадьевич. Коллеги, если вопросов нет, всем спасибо. Хорошей трудовой недели. До свидания. До свидания.